Девочки, всем доброе утро! Серёжа слегонца помят. Ой, тихонечко. Всех ещё раз с праздником. А мы встали с утра и едем дальше раздаривать подарки. Ещё кому не додарили. Додаривать едем. Заниматься таким приятными делами, скажем так. Сегодня утром проснулось, и одна часть головы болит, как будто я вчера всю ночь пила. Так интересно, кто-то пьёт, кто-то болеет. Вообще. Надарили подарков. От Серёжи не ожидала. Но мне вчера Серёжа... Мне так неудобно стало. Вроде договаривались, что... Ну, никогда на Рождество друг другу не дарили. И так дарим, да? Нет, он решил подарить. И неудобно стало. А он говорит, Алёна, ты не расстраивайся. О том, что я тебе подарок подарил, а ты мне нет. Я, говорит, от тебя себе купил тоже. Что ты купил хоть там? Я даже не видел. Он где-то в подвале держит. Так, полетело всё, Серёжа. Мне нормально легло. Легло нормально. На ребро. Все подарки полетели. Говорит, не расстраивайся. Не расстраивайся. Он мне купил. Ну, и себя любимого тоже не забыл. Короче, все деньги потратил. Гулять-то гулять, да, Серёжа? Ну да. Он забыл, что мы собрались в отпуск ехать. Он все деньги потратил. Банк в шоке. Да. Ну, конечно, приятно. Спасибо тебе большое. Ну, хотя, в принципе, такой особой нужды у меня в телефоне не было. Этот телефон у меня хороший. А тот, по которому тихонько машина. Я общаюсь. Блин, какой-то не едет и не стоит. И так не сойдёт. Он нормально, просто экран побит немного. Ну, короче, Серёжа разошёлся. И давай подарками Алену задаривать. Любишь чё ли? Люблю. Горячка. Обожаю. Я тоже люблю. Так что вот такие дела поедем. Ну, прям давит на голову. Или вот эта вот погода, вот эта вот прям давит она. Вот эта вот серость. Каждый день серость. Дедушка Мороз вчера приходил со Снегурочкой. Ну, я бы так сказала, что Дедушка Мороз со Снегурочкой были слегка мертвы. Как-то они себя так... Ну, короче, обычно дети боятся Деда Мороза со Снегурочкой. А эта Снегурка с Дедом Морозом испугались от чего-то. Или столько людей. Ну, я ждала не такого. Обычно вот как уберут все время Дедушка Мороза. Он там такой детей зазывает, там к себе располагает. А это тихо зашли и тихо вышли. Можно сказать, это... Сережа их в хороводе покрутил. Самый веселый ребенок. Ну, да. А ты так это старался, думал, что тебе это... Подарочек, да? Дадуть. Ну. Не дали Дедушка Мороз. Так что... Наверное, больше они не придут. Не, просто если уже приходить, зная, что дети, то как-то надо, я не знаю... Они вот встали, вот честно, вот Снегурочка хоровод водила. Такое ощущение, что она вот-вот упадет замертво. Какая-то это прям невеселенькая гуси плавают. Еще не улетели. Ну, тем не менее, дети были такие... Не то что в восторге, но удивлены. Они не ожидали, что придет Дедушка Мороз и Снегурочка. Для них это было что-то новое. У нас раньше кто-нибудь переодевался из наших Дедушков Морозов. А так как с годами все потолстели, в этот костюм уже не влазят, мы решили... Ну, как сестра решила детям вызвать? По вызову был Дедушка Мороз. Ну, нормально, короче. Пофотографировались. Хороводик поводили, и нормальненько было. Сейчас поедем, раздарим остатки подарков. И неделя до Нового года у нас есть. Сережа вчера слегка пригубил. Сказал, зачем это я сделала, это не мое. Он просто... Он просто думал, что... А вдруг будет все нормально. Пригубил слегка коньячку. А оказалось, как всегда, да, Сережа? Организм не переваривает алкоголь у него. Не, не переваривает. Все. Отгулял, Карика, в поле. Буланг? Буланг, да. Не, не то уже пальто. Ну, скажем честно, Сережа, что ты никогда не мог алкоголь принимать. У тебя организм сразу травился. Поэтому, я так думаю, даже и не стоит. Или не стоит. Не стоит. Не стоит. А то не стоит. Не стоит начинать. Такое сказала тоже. Испугался ты аж, да? Да. Хотела еще поздравить своих подружек сегодня с днём рождения у них. У Нургульки и у Маруси. Обоих с днём рождения поздравляю. Нургулька меня не смотрит. Она все время занята. И это... Сделала я такую небольшую бандеролечку. Но... Мои подписчицы, которые живут возле Нургуль, рядом, они раскрыли секрет ей весь. Она уже в курсе. Всего. Я, говорит, уже знаю, что ты там мне что-то положила. Короче, знает она уже. Ждёт сегодня. Я говорю, ты какая посылка сегодня? Ты что, выходной день? И завтра выходной. Так вот, их с днём рождения поздравляю. Пускай остаются всегда такими весёлыми, оптимистичными. Я вас люблю. Ой, сокел сидит ясный. Ой, вообще у нас... Посмотрите, какая серость. Даже вдалеке туманчик. Там, Серёжа, летают подарки по багажнику. Посидели нормальненько. Правда, еды опять. С каждым годом готовим всё меньше и меньше. Но почему-то всегда стол ломится. С сумками переходим и с сумками уходим потом назад. Я ещё тебя останавливал. Так я всего три блюда сделала. Всего лишь. Значит, надо два. Надо было сейчас вам забрать и отвезти. И всё равно. Или меньше кушать стали, или чего, не знаю. Надо намного меньше готовить. Надо делать как немцы. Минимум. Картофельный салат, сосиска. Всё. Мы вот никак. Так, у нас вот принято вот было в Казахстане, чтобы Дастархан ломился. И вот это вот оставилось у нас в привычке. Как так, чтобы гость ушёл голодный? Нельзя. И вот это вот кашеварим, кашеварим. На Новый год мы с Серёжей решили, что мы никуда не едем. Никуда не идём. Мы будем вдвоём дома. Ну, Артём, возможно, ещё. И вообще ничего не будем так много готовить. Сделаем утку, да? Да. Даже бешпармак не будем делать, наверное. Я думаю, хватит салатик, уточка там. Ещё чего-нибудь и всё. Потому что оно потом стоит, потом неделю до йодывать это. И так чисто символически шампаньское откроем. В нос закапаем. И хватит, я думаю. Да. Глаза сегодня, Серёжа, у тебя какие-то красненькие. Уставшие у тебя глазки. Нормально у меня глазки? Не, уставшие. Уставшие. Ой, стой. Да, когда-то было времечко. А теперь моменты. Вот такие вот дела. Um... Пока. 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 l